всем привет привет youtube солнечная талия на проводе за окошком солнышко хороший день а как бы для уборки вы уже видите на заднем плане у меня лестница скалетта что переводится как стремянка до русского на итальянский в общем решила я сегодня уже точно добраться до моей кухни не знаю что будет видно я стою наверно на свету меня наверно не видно в общем сегодня я решила что ты опять сюда прибежал привет youtube всем привет италия на проводе и талия на проводе и очень хорошая вчера у нас сегодня суббота вообще лень что делать и целый день еще прошел просто на диване около телевизора так что сегодня я буду убираться на своей кухне уже наверно задолбались уже сколько видео я все время убирать на своей кухне ладно сразу отвечу на из первых вопросов которые написали мне контакт девочки нас меня спрашивали чем я укладываю волосы я укладываю волосы вот такой вот а уже стерлась даже название они осталось еще ей уже на лет десять это вот написано реблон вот такая вот четко электрическая да вы и включаете просто потом тогда на горячие просто подкручивать волос очень удобно мне даже больше нравится чем утюжки не знаю почему был у меня один утюжок сгорел и после этого как бы новая не приобретала это щетка яду у меня софи еще него цепи 9 давайте щетки вот наверно 10 лет этой щетки до сих пор работает отличное состояние она если надо ехать дорогу но в принципе многие уже это видели но тем не менее вот так вот она здесь раскладывается да что можно очень удобно положить его в чемодан вот так что вот эти вот средства для волос короче я пользуюсь еще хотела девчонки меня спрашивали по поводу порошков сейчас же что я уже в одном видео показывала просто который я пользуюсь для отбеливателя я использую вот такой вот и в холодной воде она прекрасно очень функционирует и можно лить уже когда если если плотом от помидора и от кетчупа можно лить его сразу же на на вещь указывать производитель и можно также добавлять воду вот сегодня что я буду стирать и вот с этим вот отбеливающим средством еще я пользуюсь таким вот не знаю как он называется спешим мукато он говорит что тоже содержит как бы если есть какие-то пятна на вещах у пятна он удаляет и выбеливает тоже да такие вот густины да что приводится как пакетики я бросаю сразу машинку а еще типа масса амбортационной дель калории переводится как если есть допустим я же говорил там розовый воротничок или белый допустим это у меня девочки да у них более такие смешанные скажем платьишки и футболочки и тоже говорит производитель что если пользоваться то есть даже если будет выводить пятна цвета футболки сам он не выглядит значит вот этим вот цветами я пользуюсь так на что поехали что хотела по поводу сказать что что растеряю я часто на кухне как то вот я когда я поменяла в декабре это я скажу что мы уже мать и три месяца для меня это очень много но просто руки не доходили настроения не было постирать шторы на кухне поменять их цветами на что у меня даже водит как скажем не тоже там какая-то депрессия находит она выводит какое-то из какое-то состояние равномерного до когда ты плывешь по течению то что ты поменял цвет какой-то те же что я не знаю тех же цветов и все уже совершенно по-другому ты воспринимаешь свою кухню многие за спрашивали по поводу кухни что это девочки это побелка к сожалению или к счастью я не знаю когда я купила себе вот эту вот новую видеокамеру она не передает очень красиво цвет этой кухне вот где есть мои старые видео когда я снимала что-то фотоаппарат прямо видно там такие называйте по моему видео один день из жизни и там прям видно насколько эта кухня насыщенная цвет фиолетовый очень красиво очень игривый я кстати буду сейчас красить деньги начнутся хорошие в апреле я думаю в конце апреля я обязательно свою кухню выкрашу я хочу оставить эту стенку фиолетовую она эту центральную я добавлю розовый цвет или какой-нибудь кислотный не знаю посмотрим очень удобно использовать побелку кстати у меня сестра тоже которая живет в украине делала ремонт и я и говорила лена давай били стены били стены на не 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 них выравнивать надо то сюда я вам скажу мои стены вообще не выровнены на них никаких дефектов но я по крайней мере не нахожу тут еще зависит насколько как бы сам человек до относится к вещам мне надо вот выровнять стены и побелить я стены не выравнивая их побелила в разборке перебеливаю все пятна у меня удаляется я ее обновляю и очень себя прекрасно чувствую до этого у меня стенка была сама желтенького цвета куланина желтого очень красиво тоже кухня смотрелась очень на ней красиво смотрела зелень цветы то есть как бы очень органично вписывала зелень потом я и покрасила в оранжевый в оранжевом она мне простояла одну ночь и на следующий день я пошла покупать фиолетовый оранжевый красивый цвет если бы я ее выкрасила такую-то одну стену и другой бы я добавила и не нато белые я стояла тут же желтый а так когда я выкрасила и всю в оранжево но как-то так но я не знаю ну я не почувствовала и почему я вообще этот оранжевый купила хотела брать фиолетовый но что-то как-то подтолкнула я взяла оранжевый в общем буду перекрашивать в апреле что тоже покажу вам какие кисточкой крашу еще чтобы запустить а и еще что хотела сказать спрашивали за мебель девочки кухня моя была моя я въезжала когда в квартиру как бы мы скоро только встречались поэтому кухня была моя старая вот и вот эти вот зеркала которые на кухне уже сам их доделал то есть он их сам вырезал сам их подгонял там немножко от моих ногтей я ногтями за ногти отвечу тоже спрашиваю я ногтями поцарапала дверцы вот как раз начнется хорошая погода и надо будет перекрашивать поэтому как бы да мы когда вот ходим не то что мы ходим вот в мебельный магазин и когда по магазинам с ним ходим а в италии там можно зайти магазин покупать посуду и там же могут быть какие-то элементы мебели да и вот когда мы видим красивую кухню особенно фиолетовую я когда вижу и она принципе даже недорогая вот и мы останавливаемся вот он говорит да вот то и все и колонку бы мы развернули и вместили было намного интереснее красивее и уютнее но так как он сделал мне ее своими руками то есть мне хочется новую кухню ну с другой стороны я понимаю что она была сделана для меня вот с любовью когда только отношения там развивались наши чтобы вообще там в порыве мне хотел показать какой классный и мне как-то она но я не знала как-то моя такая память ну что для меня вот своими руками человек что-то делал в принципе есть такие идеи поменять вот меня в самой кухне но что-то останавливает постепенно ладно сейчас ты сразу быстренько за ногти я отлично вопрос значит за ногти я сразу отвечу на вопрос меня спрашивала женщина как я ухожу за своими руками я действительно здесь на скажу что у меня так зубы росли как у меня растут ногти ногти у меня вообще никогда не ломались я один раз только себе делала гелевые ногти когда еще было там 24 года мне потом не просто сказали зачем тебе у тебя так не ломается в общем держу я свои лаки в такой коробочке это была такая лени уши переводится дерево да была закупка вина и вот все мои лаки вот эти вот больше их нет то есть я объясню почему конечно любимые цвета вот они сразу стоят первые фиолетовики почему у меня мало лаков я вам скажу что я лаки выходила я вообще никогда я не знаю как вот есть такие девочки блогере я смотрю итальянский youtube и прямо у них прямо стена целая заставлена лаками во первых и не за может у них не засыхает или они потом очень-то разбавляют у меня лак лаки долго не задерживаться я сама очень часто пользуюсь и дети как бы мои тоже светом подмазывают естественно иногда поэтому у нас постоянно лаки меняются у меня нету прямо большой коллекции даже если мне надоело там осталось уже там немножечко кисточка неудобно туда входит выходит то есть я сразу выкидывается что я хочу сказать что я вот пользуюсь лаками от фирмы astra от фирмы astra именно вот такой вот упаковочки она вот с черненькими она идет колпачками этот лак девчонки держится почти неделю вот я скажем там руки в воде постоянно постоянно что постирать постоянно что-то туда-сюда у меня лак держится от фирмы astra по неделям и вот от фирмы кейку как бы ее никто не хвалили почему кейку вот у меня от фирмы кейка тоже есть лаки кстати вот они у меня один на руке у меня голубой я накрасила ногти на дня два-три назад и все софи не на высоты и у меня подожди у меня перебиваешь и у меня уже лак слез буквально за два за три дня вот уже все уже лака практически нету да то есть мне вот в лаки которые его сама палитра да мне нравится красивые цвета делать хиппо но качество у меня но не держится как другие от рассказывают и лак держится семьи может быть девчонки не замужем может быть девчонки я не знаю там меньше ведут хозяйство больше там работают более такие скажем деловые женщины да у них может быть лак держится дольше у меня как-то я постоянно в доме в быту у меня кику не держится очень долго поэтому я говорю astra astra лак astra это мое спасение он не держится неделю причем она не слазит не облупливается вообще мне очень нравится так и я должна говорить что-нибудь это мой лак отойди подальше это мой лак это мы покупали в китайском магазине они плохо мне не нравится очень красивые цвета но вот этот вот лак мне понравился или я посушила плохо что-то как-то он не взяли но я не сильно в восторге ладно все мои девчонок появились а тоже уже свои маленькие поклонники смотрит один прекрасный очень замечательный человечек который живет в городе милану как его зовут софия а те и что ты должна ему передать привет артём回 лет train лак erwен Achso а применяю в одувей olha смотри меня всё я greyA I yeah так как не подходи близко так а хороша не красива близко моя мама нужна BlackBlox много много фильмов웠市м мама крико Guitar лаза ла онnajтёррана угольцам да зашев 커�п Institute ütün думаю во многом за что дела этот уж весь она столетício пока добра Jeez get to esperرت с тобой. Она хочет жить со славой. Все. Так, эти лак нет. Некрасивее. Мама горда? Знаете, мячи-руси, что я дала славицу. Да мои урикини, мои сережки все дала. И у меня этот красивый зайчик. Да, мама красивый. Красивый, мои сережки. Дети постоянно мешают. Отсюда, конечно, лучше видно. Я всегда убираю в перчатках. Меня разъедает постоянно правую руку. И одна женщина, мы как-то сидели на площадке там с русскими женщинами. И я говорю, ну куда идешь? Я говорю, иду за перчатками. Надо купить перчатки, чтобы дома убирать. Она, ой, ты посмотри на нее. Принцесса, она в перчатках убирает. Мы всю жизнь убирали без перчаток. Ну, давайте начнем с того сразу же, да, что раньше не было таких вот моющих средств сильных, не было такой химии, да. Поэтому чем-то мыли. Хозяйственным мылом, детское мыло было. Какие-то стиральные порошки, их не было в большом количестве с разным названием. Поэтому, может быть, руки не выедало. Сейчас порошки идут очень с большой химией. Очень тяжело найти хорошее такое средство, да, так скажем, чтобы оно было легкое. И в ту же минуту оно хорошо как бы убирало квартиру, чистило. В общем, чем я мою окна? Окна я мою вот таким вот, называется она Амуняка. Кстати, покупаю я все вот в этом, все средства я покупаю в специальном магазине, называется Эпершок, да? Эперша. Там очень хорошие снижки идут. И вот этой вот Амукиной я мою окна. Этим же я мою наши полы. У нас плитка, поэтому кошки, собаки, я вам еще раз говорю, я постоянно в паранойе от животных, от своих. Поэтому я постоянно мою, развожу с водой и мою. И вот свои окна я мою Амукиной. Вообще, мне дома вот очень нравится убираться. Я вам скажу, что, ну, кто-то написал, типа, вы не хотите большой дом. Девочки, я не хочу большой дом, я хочу большой дом, еще хочу дачу, еще хочу большую машину, еще хочу, чтобы у меня кто-нибудь приходил мне и вообще все убирал. Естественно, все это хочется, но нельзя так посмотреть на жизнь. Вот вы не хотели бы, вот я хочу, там одна девочка пишет, вот у меня там родители, и то не покупают, и то не покупают, и как бы у нас неяркая квартира. У вас есть своя комната, есть своя фантазия. Подключайте свою фантазию и живите так, как вам нравится, да? Устраивайте свой уют на ваш вкус, какой-то плакат. Я не знаю, мы в детстве, допустим, плакаты вообще там вешали. У меня там висел Дитер Болин от Модель Токена, я вообще там от них просто торчала. Вообще, еще хотела сказать, что не надо вообще в голову брать, вот у меня есть, вот у меня нет, а у кого-то есть. Сейчас, разверну. Разверну, так будет лучше видно. Еще что хотела сказать, вообще не надо, ну, смотреть на кого-то и говорить, вот у кого-то есть, а у меня нет. Ну, хочется, конечно, хочется, к этому стремиться надо, но не у всех у нас получается, да, иметь того, чего мы хотим, в большой или в меньшей степени. Поэтому надо в своем, в том, что мы имеем, да, надо находить какие-то вот все равно свои радости, какие-то, мне тоже хочется большую кухню, я повторяю, там, большой дом, даже два дома. Но, тем не менее, надо находить какие-то радости. Вот что толку, у меня тоже есть подруги в Италии, у которых большие квартиры, красивые, красиво мебелью. Но чего-то там не хватает, потому что по субботам, по воскресеньям кто-нибудь тебе звонит, и тебе начинает плакаться, что делать нечего, и скучно, и жизнь идет, и что делать, и вообще в депрессии. То есть, не знаю, я думаю, лучше сидеть, наверное, в 13 квадратных метрах, но вы будете иметь рядом или любимого человека, у меня отсвечивает, да, или вы будете иметь с собой рядом ребенка, если вы одиноки. То есть, я думаю, что все равно в каждом какие-то, ну, находить какой-то позитив в каждом случае, конечно же, можно. В марте, сейчас не видно, да, у меня, кстати, в марте очень много в день рождения у моих друзей, мои подруги, Наташка Щелкунова. Наташка, моя радость моя, не зная, из города Запорожье, мы вместе учились с ней в школе, ой, были с ней вообще не разли, вода, 14-го числа ей день рождения, дружим до сих пор, вот мы, в том году я ездила в Украину, мы с ней встречались, а мы с ней не виделись, наверное, лет, наверное, 20. Ну, сколько там, да, 16-ти лет, там мы не виделись, очень долго, вообще, конечно, классно, когда ты не видишь человека очень долго, а потом, когда ты с ней встречаешься, а у вас-то все общее в жизни, такое впечатление, что мы с ней там расстались день назад, то есть отношения между нами за все эти время, что мы с ней не общались, да, вообще отношения наши не потерялись, остались точно так же, как мы тогда вот были вот в детстве, ой, мы с ней чудили и прогуливались с ней уроки, ой, что бы только не делали, вообще, бедная моя мамка. Вот, потом вот так же у меня у первой любви, день рождения в марте, тоже поддерживала с ним отношения, вообще, я помню эту первую любовь, это, боже, как я страдала, он же меня отзывал постоянно, что у меня губы шлеп от того, что у меня большие губы, и у меня было видео, я его потом стерла, не стерла, я потом переносила его на новый канал, и у меня был старый канал, переносила на новый, и видно, я не заметила, что я его не перезаписала, и оно пропало, где я рассказывала, что, да, меня в детстве, вот обзывали, что, типа, я губа шлеп, и я прям так пламкала, и рот себе закрывала рукой, прям, ты что, так меня обзывают, ой, мама родная, а теперь смотрю, она, вся Италия, Европа, и вообще, весь сельский союз бывший, с надутым силиконами и губами, боже, а я так страдала, будучи маленьким ребенком, потом, помню, проходили мы по биологии, там, по-моему, да, вот это мы изучали, там, что-то, базедово болезни, меня все обзывали, что у меня глаза большие, ой, боже, как я стеснялась своей внешности, думаю, боже, ну что у меня, глаза, нос и рот, вот, а потом сейчас смотрю, и как-то и красиво, и все говорят, и модно, там, иметь такой большой разрез глаз, а я страдала, я в детстве страдала невыносимо, вот это вот моя первая любовь, у меня, значит, обзывал, хотя у него самого там губки были, скажем так, не очень-то и маленькие, вот, он меня обзывал, обзывал, а потом, короче, в итоге мы с ним влюбились, а мы еще там встречались, наверное, года 3-4, вообще там, любовь наизына была, и сейчас мы тоже до сих пор с ним поддерживаем отношения, с ним переписываемся, не буду говорить его имя, потому что один раз позвонила, как-то мне надо было кое-что у него спросить, а жена трубку подняла, я сказала, вот, что вы сюда звоните, тут семья, то есть, как бы, я не знаю, в общем, может быть, я в чем-то отстаю, может быть, действительно так и надо, но у нас другие отношения, в семье, там есть видео, семейные отношения в Италии, да, и, как бы, ну, не знаю, то есть, для меня, если позвонит там бывшая моего Карлоса и скажет, там, привет, там, мне кое-что там надо, ты можешь сказать, ну, не знаю, я спокойно к этому отношусь, потому что я ему доверяю, может быть, через что я ему сильно доверяю, не знаю, ну, как-то вот так вот я хотела сформулировать, и помню тоже, как мы расстались с первой любовью, эти все переживания, потому что мне тоже там на, мне тоже вконтакте пишут, молодые-молодые меня смотрят, всем вам привет, молодежь меня смотрит и тоже пишут, вот, там, и то, и то, и то, ну, рассказывают свои жизненные какие-то истории, и я, конечно, вас понимаю, я помню эти чувства общих глаз, ничего, ничего нельзя забыть в жизни, нет, можно забыть все, но только не первую любовь. Еще хотел сказать, что вот в Италии есть такая особенность, очень часто можно увидеть открытые, на распашку окна, и вот лежит подушка, простынь там и одеяло, то есть, как бы, вот они каждый день, если в хорошую погоду, вылаживает свое постельное белье, для того, чтобы, как бы, оно проветрилось, да, и эту же простынь они, потом, опять застелят на свой матрас, то есть, практически, вот, две минуты на солнышке сразу это все заносит, да, вот, как у нас там раньше перину сушили, у них вот прямо одеяло висят пуховые, прям вот они выложили там с утра, и там на работу, если туда пошел, там, или в обед, допустим, уже это все затянули, то есть, тоже вот, мне этот метод не нравится, то есть, я лучше просто поменяю, чем я ее сниму, положу туда, вывешиваться, там, я не знаю, проветриваться, потом ее опять застелю, то есть, вот так вот еще вот в Италии делают, еще многие женщины, кстати, пожилые, ну, я просто по пожилым знаю точно, потому что работала я, кстати, у бабушек, то есть, я знаю, что вот точно вот они могут походить в одной юбке, и если эта юбка, там, она может в ней месяц ходить, да, в этой юбке, если эта юбочка, где-то там сзади она у нее, скажем так, на русском, как это будет, ну, складки там появились, помялась, если она у нее помялась, то не то, что там эту юбку через месяц бросят в стирку и ряд дадут с химчисткой, ни в коем случае, то юбку дома прогладят и опять повешат шифонер, то есть, только вот складочку там, складочки загладили и повесили в шифонер, то есть, нет у них вот так вот, ну, это я, я по самому опыту могу сказать, что вот я видела, да, что у меня в жизни встречалось, у них нет такого, что прям вот взяли, постирали, допустим, я детей вообще своих гоняю, потому что школа, они постоянно сидят на траве, их выводят там на лужок, или там они по полу постоянно валяются, то есть, я сразу говорю, пришли со школы, переводила, помыли руки и все с себя сняли, то есть, мне не важно, чистое, оно не запачкано, если там пятна, вот главное, даже там на 15 минут машинку я брошу, да, чтобы просто вот ополоснуть вещи, потому что я знаю, что они потом ее повесят на стул, я думаю, эти все микробы, вот это у меня постоянный параной с этими микробами, котами, глистами, в общем, вшами, то есть, я постоянно их дергаю, и вот Сафеш говорит, что, ой, мама меня постоянно ругает, мы постоянно ругаемся за уборку, то есть, чтобы вещи не были разбросаны, пусть они будут сложены, потому что я тоже одна, и у меня времени не хватает на всех. Вот еще так, так, жду, пока машинка заканчивается, я буду вешать мои шторы, будет у меня, поменяется у меня сейчас, так скажем, немножечко цвет моих штор, что мне придаст, как бы, другое уже такое жизненное настроение, то есть, я уже буду жить, как в другой комнате, да, то есть, сама себя, короче, обманывая, но, тем не менее, мне это помогает. Так, значит, приходится переключаться, значит, чем я мою, я пол постоянно мою тряпками, потому что я считаю, что он лучше вымывается, в данном случае у меня это точно. Карлос у меня моет уже с таким, ну, уже прикрепленные, там, волосики на этой щетке, он моет этой, щетка не выкручивает вручную, ну, ладно, хоть такая помощь, на то спасибо. Я пользуюсь вот такой вот обыкновенной вот тряпкой, я пользуюсь вот этой вот фирмой, Еледа, и чем она классная, у меня их уже несколько, потому что, у меня одна стирается, одна в белизне отмачивается, и вот сегодня мне пришлось покупать новую, чтобы показать, да, меня девчонки спрашивали из контакта, кто знает, всем вам привет. Значит, чем отличается эта тряпка от другой, девчонки, вот эти вот белые полоски, как утверждает, как всегда говорю, повторяюсь, производитель, вот эти вот белые полоски на этой тряпке, если вы моете шваброй, а не на коленках, скажем так, она стирает пятна, а вот эта вот голубая полоска, она, как бы, дополнительно убирает влажность с нашего пола, по крайней мере, так утверждает сам производитель, да, вот это вот белое, значит, оно убирает грязь, и котоны, он, значит, впитывает в себя, вот этот вот котон впитывает в себя влажность, я мою постоянно этими тряпками. Вот так вот у меня получилась кухня, вот с такими шторами, кошаки мои, куда ты залезла, ты же знаешь, что я на тебя кричу, когда ты сидишь на столе, да, дай, 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 вот так вот у меня получилось, кстати, очень красиво смотрится этот желтый цветочек, вот за шторой, вообще органично, хотя шторки, конечно, я считаю, надо было немножко посветлее, другую пару повесить, ой, кошки на хвост наступила, потому что у меня, кто смотрит мои видео уже давно, видел другие шторы, но тем не менее, вот, как бы обновилась моя кухня. Так, ну и все, на этом я с вами прощаюсь, чистая кухня, пахнет девочке, вообще аромат стоит от штор, вообще непередаваемый, вас всех с праздником весны, весеннего всего внутри, в одежде, во всех палитрах краски, всего-всего вам хорошего, в Солнечной Италии прощается, пока-пока-пока-пока-пока. Продолжение следует...